Всем привет! Меня зовут Игорь и вы на канале QA Labs. И сегодня у нас первый урок в серии занятий по тестированию программного обеспечения. И сегодня мы разберем такую важную актуальную тему на сегодняшний день. Кто такой тестировщик и какую роль он выполняет на проекте в IT компании. Итак, краткая программа занятия будет выглядеть следующим образом. Мы посмотрим о том, как все начинается от идеи разработки программного обеспечения до поставки этого программного продукта конечному потребителю. Рассмотрим, конечно же, тему, кто такой тестировщик, роли и обязанности тестировщика на проекте, качества, которыми должен обладать QA инженер на сегодняшний день, направления в тестировании и другие роли на проекте, с которыми придется коммуницировать тестировщику. Давайте разберем, с чего все начинается. У нас есть, допустим, заказчик, у которого появилась необходимость в разработке какого-то программного продукта. Это может быть физическое лицо, либо юридическое лицо. Чаще всего заказчику, и проще можно сказать, обратиться в IT-компанию за разработкой программного продукта. По двум основным причинам. В IT-компании есть опыт уже в разработке программных продуктов. И второе, есть нужный набор ролей, то есть технических специалистов, которые могут это реализовать. После согласования контрактов и согласования неких требований к программному продукту наступает, собственно, стадия разработки, написания программного кода и тестирования этого программного приложения тестировщика. После чего такой программный продукт, пройдя все эти стадии разработки и тестирования, попадает к конечному потребителю как готовое решение. Кто же такой тестировщик? Какая его основная обязанность, роль и какие еще бывают названия помимо тестировщика? Собственно, можно встретить такие разнообразные названия должностей, как Q-Engineer, Software Q-Engineer, Tester, QC-Engineer. Давайте разбираться. В целом, это можно пока что обобщить и назвать тестировщиком, то есть это специалист по обеспечению качества программного обеспечения, если сказать простыми словами. Также этот специалист должен обладать определенным набором soft-скиллов и hard-скиллов, о которых поговорим немножко позже, и должен уметь разбираться в жизненном цикле разработки программного обеспечения, но и понимать, как процесс тестирования взаимодействует с этим жизненным циклом разработки программного обеспечения. Теперь давайте поговорим, собственно, о том, какие еще могут быть вариации этих ролей, но и, собственно, это напрямую зависит от процессов, которые существуют в фундаментальной теории тестирования. Можно часто встретить названия должностей и вакансий, как Tester, QC-Engineer, QA-Engineer. Это напрямую зависит как раз от этих процессов. Давайте углубимся в суть этих процессов. Что же такое тестинг? Тестинг — это самый простой среди трех процессов. Он включает в себя сам процесс тестирования и поиск дефектов в программном обеспечении. Дефекты — это когда у нас реализованная функциональность расходится с ожидаемыми требованиями либо с каким-то ожидаемым поведением. Также в тестинг можно добавить — это работа с требованиями, анализ их, поиск каких-то ошибок в самих требованиях, работа с тестами, то есть написание тестовых сценариев, выполнение тестов и баг-репортинг. Следующий процесс — QC. Он более обширный, включает в себя те же активности, что и тестинг, но и имеет ряд своих дополнительных отличий, особенностей. QC — это Quality Control. Его ассоциируют с контролем качества и сбором метриков, отчетность. То есть по факту это анализ и контроль, анализ пройденного процесса тестирования и заложения каких-то метрик контроля в каждой стадии тестирования. Оценка качества программного продукта по метрикам качества, а также составление разных видов отчетности, к примеру, TCR — Test Summary Report. И самый глобальный процесс, я бы так сказал, самый широкий процесс, который может быть, и собственно роль на проекте — это QA, Quality Assurance, либо QA Engineer. Этот процесс ассоциируется со словами предотвращения дефектов, то есть он в себя может включать все те же активности, что QC и Testing, и имеет ряд своих дополнительных глобальных активностей в начале, на раннем этапе, да, и финальных, в конце пройденного процесса тестирования. Это построение и анализ и улучшение процессов тестирования на ранних этапах, а также это глобальный процесс по улучшению качества программного обеспечения, да, исходя уже из каких-то пройденных итераций. Какие же роли и обязанности тестировщика могут быть на проекте? В принципе, это зависит от IT-компании, от проекта, от процессов, которые построены на конкретном проекте, но тем не менее, можно в процессе разработки выделить основные активности, которые будут чаще всего встречаться у тестировщика. Это оценка проекта, да, то есть какая-то предварительная может быть оптимистик либо пессимистик оценка, что необходимо, да, или сколько займет времени сам процесс тестирования, не имея там, допустим, каких-то детально входных требований. Далее, это анализ требований. В тот момент, когда уже начинают появляться какие-то требования на проекте, тестировщик может подключаться и анализировать их, то есть тестировать и находить заранее какие-то ошибки в требованиях. Планирование процесса тестирования. То есть это уже более глубокая проработка о том, что и как мы будем тестировать, основываясь уже на требованиях. Подготовка и выбор подхода. Я бы сказал, что это некая стратегия, да, понимание того, какие виды мы будем применять тестирование, что нам для этого необходимо, да, может быть, какие-то дополнительные программные продукты, либо какие-то дополнительные девайсы, которые необходимо приобрести. Тест-дизайн написания тест-кейсов или чек-листов. То есть тест-дизайн это в целом создание некой тестовой документации, к примеру, тест-кейс либо чек-лист. То есть это наши тестовые сценарии, которые создают тестировщики для того, чтобы в дальнейшем выполнять их и тестировать какие-то требования. Подготовка тестовой среды. Также немаловажная часть, когда мы заготавливаем все необходимые программные продукты и технику, которая может быть понадобится нам во время процесса тестирования. Далее сам процесс тестирования, то есть выполнение ранее написанных тест-кейсов и чек-листов. Баг-репортинг. В момент тестирования, когда мы проверяем какую-то функциональность, всегда находятся какие-то отклонения от ожидаемого результата, от описанных в требованиях. Поэтому составляются отчеты о найденных дефектах. Это называется баг-репортинг. Проверка результата выполнения. То есть всегда, когда мы прошли какой-то процесс тестирования, важно закрепить результат, создать какой-то отчет и проверить, насколько мы достигли нужного результата. Чаще всего еще это связано с оценкой выходных критериев. То есть пониманием того, можно ли заканчивать процесс тестирования и насколько полученные результаты соответствуют тем, которые мы закладывали на этапе планирования. Я бы сказал, что это основные активности, с которыми предстоит столкнуться тестировщику, но и могут быть какие-то своеобразные в зависимости от процессов и от типа IT-компании. Какими же качествами должен обладать этот человек QA-инженер? Можно разделить сразу на две стороны. Это hard skills и soft skills, о которых мы уже вспомнили. К hard skill-up можно отнести все технические знания и навыки, которыми должен обладать тестировщик. Конечно же это в том числе и владение иностранным языком, и знание веб-технологий, и знание процесса тестирования, и работа с требованиями, и с тестовой документацией, бизнес-анализ и разные программы, которые помогают выполнять сам процесс тестирования. Помимо этого это могут быть конкретные веб-технологии, допустим, работа с базами данных, SQL. Это клиент-серверная архитектура, микросервисы и API. Unix-подобные операционные системы, компьютерные науки, знания таких языков, как HTML и CSS, веб-приложения, мобильные приложения, в целом разные типы приложений, понимание подходов их тестирования, ну и конечно же методологии разработки, такие как Agile и подразновидность Scrum. Я бы сказал, что это универсальный может быть список, который подойдет большинству проектов, но тем не менее на каждом проекте могут быть еще и какие-то свои специфические технологии. Тем не менее, soft skills. Что же это такое и чем отличается от hard skills? Soft skills это уже про наши дополнительные какие-то качества, личные. Сюда можно отнести как умение коммуницировать, пунктуальность, организация, работа в команде, умение слышать, гибкость, терпение, тайм-менеджмент. Понимая этого, сюда же можно отнести и многозадачность, и внимание к деталям, скрупулезность, ответственность, стратегическое мышление, решение проблем, правильное принятие решений, решение конфликтов и самообучаемость. Я бы сказал, что это далеко не полный список того, что можно относить к soft skills. Тут уже можно сказать, что у каждого может быть свой взгляд и свой личный список, чему должен соответствовать QA-инженер, он же тестировщик. Какие виды направлений существуют в тестировании? Собственно, разобьем их на четыре основных. Это manual QA, направление automation QA, performance QA и security QA. Чем отличаются эти ветки? По-хорошему, manual QA это тестировщики, которые тестируют вручную программный продукт, также используя дополнительное знание веб-технологий. Если говорить прямыми словами, то это первичная проверка программных продуктов на соответствие требованиям. Можно сказать со стороны пользователя, либо как пользователь. Automation QA это очень связанная ветка с мануальным тестированием. Это уже тестировщик, который знает не только теорию тестирования и веб-технологии, но и должен знать уже какой-то язык программирования и, допустим, с делением веб-драйвер. Для того, чтобы уметь потом автоматизировать написанные тесты мануальными тестировщиками. Для того, чтобы сократить количество мануального труда при повторных видах тестирования. Performance и security это немножко другие направления. Performance тестирования это проверка нагрузки и скорости работоспособности программного продукта в момент выполнения каких-то функциональных его особенностей. Ну, простыми словами, можно сказать, что это эмуляция какого-то количества пользователей для того, чтобы сэмулировать какую-то нагрузку программного обеспечения и проверить как работает функционал этого приложения в момент этой нагрузки. Security QA, я думаю, тут понятно. То есть это поиск неких уязвимостей и в целом увеличение и обеспечение дополнительной защиты нашего программного продукта и чтобы предотвратить утечку какой-то конфиденциальной информации. Если рассмотреть должности или, я бы так сказал, уровни развития внутри каждой ветки есть такое понятие еще как сеньорность. Да, то есть уровень, которому мы можем расти исходя из нашего опыта и лет нашего опыта, знания технологии и прочее. Все начинается с интерна. То есть это чаще всего представляет человека, который закончил курсы или в целом он знает теорию тестирования, технологии. Да, он применял и практиковал то, что изучил, но при этом у него нет коммерческого опыта и работы в IT-компании. Junior это уже младший специалист по тестированию. Чаще всего это человек в среднем год опыта в коммерческих проектах в IT-компании. Ну, с теми же знаниями, что и интер. Middle это уже средний специалист по тестированию. Да, если говорить полностью, это может быть Middle Key Engineer. Это человек, который уже самостоятельен. Он понимает, как строятся процессы тестирования. В среднем это 2 плюс 3 плюс лет опыта. Для этого человека не нужен дополнительный контроль. Он самоорганизованный, да, и может построить процесс, если это необходимо. Senior это старший специалист по тестированию. Тестировщик, который в принципе, да, можно сказать, 4-5 плюс лет опыта. Это полностью самостоятельный автономный специалист по тестированию. Он может выполнять самые сложные задачи на проекте, а также может строить команду, подбирать ее, выстраивать сам процесс тестирования, предлагать какие-то улучшения и прочее. И также это первый кандидат на роль Team Lead, то есть человека, который уже управляет командой по тестированию. Да, если она большая, необходим дополнительный контроль, да, и распределение каких-то обязанностей внутри команды. Точно так же, в принципе, развивается каждая ветка. Какие же роли бывают на проекте? В центре у нас человек-оркестр, как я его называю, это project manager. Это человек, который отвечает за организацию разработки процесса тестирования. То есть он отвечает за людей, да, и за то, чтобы люди выполняли свои обязанности. Помимо прочего, это человек, который строит и улучшает процессы для того, чтобы техническая команда достигала поставленной цели, а именно успешной разработки в срок того программного продукта, который заказал заказчик. Помимо прочего, это человек, который может принять важные стратегические решения в момент отсутствия заказчика. Вторая роль, собственно, это бизнес-аналитик. Человек, который работает с требованиями. Это человек, который общается с заказчиком и максимально превращает его видение и желание в некие требования технические, по которым уже будет производиться разработка программного продукта. Дизайнеры, UI, UX дизайнеры, это люди, которые помогают нарисовать внешний вид нашего приложения, да, с какими-то пожеланиями заказчика и основываясь на требованиях, которые составил со слов заказчика бизнес-аналитик. DevOps, это, я бы сказал, что-то среднее между системным администратором и программистом. То есть, это человек, который отвечает за техническую и программную инфраструктуру на проекте. То есть, отвечает за, можно так сказать, железо, которое используется, серверное оборудование, и плюс программное обеспечение, технологии, которые необходимо на них установить и поддерживать 24 на 7. Конечно же, программисты. Всем понятна эта роль, это люди, которые пишут программный код, то есть разрабатывают программное обеспечение. Но они разделяются на два основных направления, это фронтенд-разработчики и бэкенд-разработчики. То есть, фронтенд это то, что касается визуальной части, и чаще всего с этим коммуницирует пользователь. И бэкенд это тоже какая-то бизнес-логика и функциональность программного продукта, но она находится на стороне сервера. О ней мы никогда не задумывались, но тем не менее, там что-то тоже происходит. И, конечно же, тестировщик, QA-инженер. Я говорю об этой роли в самую последнюю очередь не потому, что она малозначимая, а я бы так сказал, это финальный рубеж, это стадия, на которой тестировщик должен принять готовый продукт со стороны разработки, дизайн, требования от бизнес-аналитика и сопоставить это все вместе. Проверить, сделать такую финальную проверку перед выпуском, для того, чтобы убедиться, что программный продукт, финальное решение, его версия работает в соответствии с этими требованиями, и соответствует этому дизайну, для того, чтобы дать уже какое-то финальное заключение и составить репорт о том, можем ли мы с таким программным продуктом, его версией конкретной, выпускать эту версию конечному потребителю, либо передавать на сторону заказчика. Поэтому, я бы так сказал, это такой себе финальный фильтр. Одна из важных ролей, которая дает либо зеленое добро на выпуск версии программного продукта, либо говорит о том, что стоит еще что-то доработать, указывая на причины и риски. Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, для того, чтобы оставаться с нами на связи. А в следующем выпуске я расскажу о том, какие виды IT-компании бывают, и как роль тестировщика отличается в каждой из них.